всем привет дорогие друзья с вами снова я маша поздравляю вас с наступающим новым 2022 годом и сегодня у нас супер крутое видео ребята время 9 часов вечера а мы знаете что мы спать не собираемся и скороче ребята сегодня у нас супер видео где мы с вами будем видо изменять нашу кухню догорело и так дорогие друзья у нас сегодня супер-пупер-мега изменения супер-пупер-мега расхламление нашей вот этой вот замечательной кухонной стойки которая нам уже служит верой правдой полтора года почти что мы ее собирали вместе дизайн этой стойки я придумывала сама лично так что поделюсь с вами сегодня лайфхаком как сделать за 15 тысяч рублей стойку барную из икеи мы сегодня будем разбирать к сожалению она нам очень сильно надоело она очень громоздкая и мы решили что нам нужен стол и мы этот стол ждали целый месяц ребята кстати про стол целая история будет так что не забывайте поставить лайк чтобы я вам ее рассказала и не забыла потому что на сегодня был очень насыщенный день мы весь день крутились как белки в колесе украшали дом к новому году у нас теперь дом снаружи украшен и мы устали чуть-чуть но ничего самое главное что мы для вас снимаем ролик и я надеюсь что это заслуживает вашего лайкосика и так хочется сказать огромную благодарность этой стойки и очень сильно честно люблю потому что столько роликов было снято за ней просто не передать словами сколько она радости мне приносило когда мы только сделали это же помню тот день когда мы ее с денисом собирали сейчас говорю и прям плакать хочется потому что я ее придумывала выдумывала на протяжении какого-то времени думала и искала на сайте икея что лучше всего купить как составить кстати вы меня спросите маша чё ты не заказала мы ее покупали самый разгар сами знаете чего когда были закрыты вообще все магазины некоторые производства даже были закрыты тогда только икея нас и уручала мы решили сделать все сами ну так вот ребята мы ее придумали собрали самостоятельно я вам расскажу сейчас что для этого нужно потому что вдруг кому-нибудь понадобится это вдруг кто-нибудь скажет господи всю жизнь хотел такую стройку она стоит там всего 15 16 тысяч рублей для начала нам нужен мопс в принципе на этом все она состоит из двух частей это вот эта столешница которая на самом деле предназначается для супер крутого компьютерного стола ну по крайней мере так было написано в икеи в общем эта столешница продается отдельно и на момент нашего заказа она стала 9000 рублей вообще не знаю сейчас она продается или нет ну короче это обычная столешница можно брать любую и пожалуйста вашему вниманию самый популярный в мире стеллаж это стеллаж вы видите у всех блогеров на фоне обычно он заполнен всякими разными декоративными штучками гирляндами у кого-то книжками у кого-то настольными играми но у нас это стойка барная и здесь хранится моя кухонная утварь и также чтобы это все выглядело максимально уютно и вписывалась в интерьер нашей кухни были приобретены вот такие вот замечательные корзинки а как все закручено пойдемте вниз смотрите мы купили специальные такие штуки это нужно для того чтобы прикручивать столешницу на вот такие кухонные гарнитуры это вот одна штучка на рублей 150 по моему что ну не больше 300 100 процентов и мы сделали такие четыре по кругу ну и чтобы все это еще лучше держалась мы купили вот такие уголки самые дешевые уголки для пола к языке они стоят 90 рублей их у нас также четыре штуки две спереди и две сзади мне кажется вы даже никогда не замечали я вот никогда их не замечал только сейчас вспомнила что они здесь есть еще он сможет видео в туалет хочет ну что ж дорогие друзья продолжаем наши съемочки ссори за такой перерыв я не знаю что вы показали но если вам что-то не показали фунтик накакал на ковер спасибо но мы уже врали какашки продолжаем мы сегодня будем убирать эту стойку и будем ставить новый стол и новые стулья розового цвета представляете как диван будут розовые два темно-розовых и два светло-розовых теперь немножко истории про стол максик расскажи свою историю всем привет друзья я максик расскажу такую историю марса заказал стол 1 декабря сегодня 28 декабря стол не пришел поэтому вас поехал в другой магазин купила стол а что потому что пэк доставка цена в москве еще этот стол стоит а мы вообще-то не в москве мы в Екатеринбурге все пока уровень безразличия мои собаки ну так вот ребята я реально заказала нам новый крутой обеденный стол на озоне еще в первых числах декабря и все бы ничего мне обещали его достать 20 декабря думаю класс к новому году прям самое то залетит придет мы его поставим но что-то пошло не так 20 декабря нам его не привезли шли дни и 23 по-моему я написала в поддержку озон говорю а где мой стол они говорят ой сори что-то пошло не так где-то ваш посылка потерялась заказ отменяем овации аплодисменты тогда мне оказывается робот типа какой-то отвечал потом не извинились сказали будет продолжать ждать заказ и груда и типа был мой заказ отправлен с помощью пэк и первый раз как бы говорю что-то плохое а пэк ну пэк не так и не привезли стол и там очень хорошие сотрудники работы они так мило всегда со мной общались я звонила спрашивала где стол они мне говорили да стол еще в москве на складе но мы вам его отправим им звонила каждый день звонила спрашивала отправили мой стол не отправили вчера я не выдержала и сказала все вернее позавчера нет стол ваш не нужен забирайте потому что время уже было 26 декабря я понимаю что нового года 5 дней а стола у меня на самом деле стол обеденный подобрать тот который я хочу очень сложно в основном все знаете какие-то гламурные вот такие вот красивые либо же наоборот очень легкие маленькие которые знаете ну на маленькую кухню а мне нужен был стол чтобы он был идеально подходящим для нашей кухни каких-то белокоричневых тонах ну то есть дерево с белым кухне видите белая и деревянная столешка соответственно у нас и это сделано извините под вот это я старалась и я нашла на сайте хофф это не реклама не подумайте короче там был один стол в стиле лофт по размеру вроде подходящий по цвету подходящий и я заказываю с доставкой для тех кто никогда не заказывали на хофф рассказываю как все происходит вы делаете заказ вам приходит смс о том что ваш заказ подтвержден зайдите в приложение выберите дату доставки вечер этого дня а я сделала заказ утром мне эта смс не пришла и я такая думаю о господи неужели доставка отменяется я сама позвонила на горячую линию сказала так и так смс нету не могу выбрать до доставки девушка мило пообщалась и сказала ближайшая доставка 4 января и было принято решение забирать заказ самим в 9 часов вечера поехали за столом и стол у нас дома ура вот он ребята в общем вот он наш стол который сейчас денис будет собирать я до последнего думала что здесь как раз таки столешка а здесь ножки но все наоборот он раздвижной я вообще не знаю как он вылет в живую потому что на сайте хофф была всего одна картинка так что мы сейчас его впервые увидим соберем и что самое главное мы сначала тут все расходим так что погнали не страшно в это надо начать начинаем смотрите первая полочка у нас здесь всегда стоит корзина с фруктами у нас какие-то проблемы мандарины прям плесневеют ой еще один выбыл если вы меня спросите где теперь будет корзина с фруктами стоять я отвечу вот здесь все новый год дальше вот это я вообще не знаю где будет стоять у меня тут стоял графин с водой чтобы мы вот когда сидим достали графин налили воды в чай разбавили водой мы разбавляем и обратно поставили я не знаю где она будет стоять короче подоконник я тебя люблю мои сережки ребята новогодние ночью новый год салфетки ребята это самая главная часть нашего стола смотрите как у меня тут все организованы лежат салфетки для лица еще салфетки для лица маленькие узкие салфетки и для особых свиней и такие большие но это видимо реально будет стоять на столе ну пока что я сюда поставлю на адвен календаре вот сейчас начинается жуть потому что я не знаю как это организовать буду вообще не понимаю подставки под горячее вы не представляете как рука уже набита и берешь здесь приготовил еду вот отсюда вот так вот и мы это делали полтора года подряд представляете то есть я это придумала что у меня здесь подставки под горячее будут где они теперь будут лежать в каком месте в каком ящике где мне нет здесь место и здесь нету сюда пока там еще пульт ну пусть он там и будет самое жуткое начинается вот здесь полу хоть что-то пустое нет хотя бы частично все разберем вот смотрите у нас есть ровно 8 ящиков нам нужно как-то их преобразовать хотя бы в четыре и потом вот те четыре я их может быть еще как-то разберут не знаю что отсюда выкидывать потому что я же это расхламлянул месяц назад я начну с этого ящика потому что здесь сто процентов есть какие-то силиконовые формы которые мне вообще не нужны кстати вот эта формочка попалась мне в адвен календаре из невея это так странно было для печенья испекла ли я рождественское печенье нет планировала ли я да и маша все еще хочет рождественское печенье но надеюсь мне это надо вот это мне не надо вот это кстати для салатов на новый год чтобы красиво в тарелку складывать силиконовые формы просто тут некоторые прям вообще бесполезно вот большие я оставлю они хорошие и вот это самое кстати качественное вот зачем мне медведи скажите они же неудобно они он еще все грязные выкидываем это только лед новогодний следила смотрите я оставлю пока что еще новогодние формочки у меня даже есть желейный медведь валера вот это дурацкий тоже выкину я им не пользуюсь чесними делать сердечки надеюсь 100 валентина можно кексы что оставим из этого вот это оставлю это выкинула еще вот такие есть сердечки для льда а кактусы очень маленькие бесполезные выкидываем вот такие силиконовые формочки новогодние нужны тебе вообще ничего не надо я знаю тебе по жизни ничего не надо мне они тоже не нужны просеивал к вот эти формы кстати очень нужны не меч на лайфхаков пригождаются да и в жизни полезные форма для салата еще одни формочки для печенья а это я уже полгода пытаюсь попробовать все вкусы макан чиз попробовала ли я нет тут кстати у нас крупы и крупы я предлагаю в тамбур положить меня здесь макароны и обложки от мартини вот такие вот красивые я оставила мне грозно ребята я не знаю что с этим делать все самое полезное потому что недавно это все разбирала давайте мы это просто уберем и пока денис собирает для нас то подумаем куда это все девать что нереально все придумать люди кажется большой гарнитур а так вот берешься за него и некуда вообще это все положить еще вот такая формочка есть елочки ну вроде новый год да но я в ней ничего так и не испекла может кексики хоть сделан я оставлю вот если я не сделаю в ближайшую неделю я выкину у меня есть паста в виде сердечек а еще смотрите какие есть макароны вообще до 23 вы видели вы видели какие макароны мне есть кстати ребята еще одна фишка этого стола которая вам должна рассказать потому что ну больше ее не будет это вот эта штука которую мы повесили вместе с вами на проверке лайфхаков вот смотрите это чтобы открывать банки и она мне действительно несколько раз помогала открыть банки вот эти консервные которые я не могла открутить место готово пропылесошено убрано стол отодвинут это просто ржаком и ящики достали потом поставили назад ну а теперь давайте возьмем стол и попробуем его дотащить по крайней мере я его сейчас попробую дотащить и собирайте надеюсь уже будет денис не я потому что туда залезла а там ножки торчат а что это тогда говорят тут ножки ну чё пацаны смотрим реально ножки стильные они такие белые круто вообще крутяк вот так красиво стоите и на счет три раз два три погнали кто первый пришел окей тащим теперь вот эту штуку ковру хорошо пошел грамм 50 наверно весит а до 40 килограмм там было написано я вообще планировал здесь вот там будем собирать кладем воды подойдут мне я кладу уже а ногти а чипика я вот эти белые штуки увидела вообще не подходит он на сайте вообще светлый был чтобы ты понимала в общем у нас есть вот такая вот инструкция у нас есть вот такая штука такая-то кашина стыки тысяч четырех она такая все пожалуйста денис у руля говорит его не снимать вернее петличку оставить у себя так что ребята я буду комментировать и денис будет собирать а еще смотрите как мы красиво нарядили нашу лестницу уху денис принес свой большой чемодан который ему подарила не рождение пытается там найти самые нужные вещи в мире будем крути пытаясь разобрать инструкцию на самом деле здесь все очень просто понимаете здесь написано нарисованы такие мышцы не таких нету кстати все очень просто нам просто нужно ножки прикрутить и все Да крути уже. Я смотрю, какие стороны крутить их. А, все понятно, вообще просто. Блин, такие классные, стильные. Знаете, на что похоже? На статуи. Не статуи, а всякие абстракции делают в городе. Да, да, да. Вот такие формы. Ой, не стойтесь, пожалуйста. Да, Денис. Блин, еще здесь оленя нет. Там оленя, тут оленя. Как дела? Супер. Ура, одна ножка прикручена. Это уже половина успеха. Теперь идет вторая ножка. Слушай, дай там шурупчики мне последние. Чего? Тут нет шурупчиков. Чтобы вы понимали, Денис говорит, тут должны быть шурупы. Знаешь, одни не доложили? А, вот я подозрел. Фунти говорит, ты плохо закрутил. Все готово. Ура! Ура! Давайте я сейчас помогу. Так, ребят, прошу прощения, только могу так снимать. Поэтому главное, чтобы было чуть-чуть видно. Что делать будем? Сначала чуть-чуть приподнимем его и уберем из картонки. Давай. Ногу придерживаем ногу пластиком. Да, и сейчас на счет три подерживаем. Раз, два, три. И туда ставим. Замечательно. Опять отдавили лапку, Денис. Где лапа у меня? Убираем картоночки. Мусора снова много. Идем пылесосить. Сел. Уносим. Ау, ударилась. Принеси пылесос сверху. Он тоже будет не заряжен. А что, он не на зарядке стоял? Не люблю заряжать пылесосы. Пылесосы. Сел. На, убирай. Еле сейчас он бился. Изнялись. Давайте, куда мы ковер будем дыграть? Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Еще, еще, еще. Прям туда. Чисто обеденная такая готовочная зона. Возможно, нам нужен новый ковер. Лови вот так. А как? Ну, лови вот так. Ну, руками придешь. Давай, поймала. Отпускаем. Чего он такой низкий? Всем привет, дорогие друзья. Чего не я? Зайка-мозайка. Будем делать слайбы. Капец, он такой низкий, ребята. Я в шоке. Он такой маленький. Ну, маленький он раздвинется. То, что он такой низкий. Нам просто, наверное, непривычно очень. Главное, чтобы стулья подошли. А как стулья будет подходить? Не знаю. Тут два и там два. А что? Мы любим интернет-заказы. Все покупаем в онлайн-режиме. Ну, что? Теперь давайте тащить стулья. Первый пошел. Второй пошел. На этом можно остановиться. Да давай остановимся. Открываем первый стул. Это ножки. Этот, по-моему, темно-розовый. Потому что светло-розовый. Он прям такой очень светлый. С учетом того, что какой низкий стул, можно и без ножек. Да-да-да. Прикинь, я только хотела сказать. Но это будет лол, если он вообще не подойдет. Ну что, давайте заценим. В принципе, нормально. Сегодня у нас будет на обед пять котлет. Ай-ти-ри-ти-ри-н-тай-син-пэ-тай-тай-пэ-тай. Просто когда видео снимаешь, сейчас ночью всегда такое настроение. Я устала. Давайте второй посмотрим, что там за цвет. Потому что вдруг тут сразу посветлее. Ну да-да, у нас новый стул. Мне кажется, они думают, что это длиннее их. Смотрите. Все, значит, понравился. Бакс, ваше экспертное мнение. Уютно? Спасибо. Ладно, его надо остановить. Хорош. Просто ложить. Да он уже там наковырял. Бакс, блин. Он говорит, ну и ладно. Пленочка тоже хорошо. Смотри, смотри, укладывается. Сел. Открываем второй. О, это светлый. Прикольно. Анпакинг. Ножки в полотенце. Золотые. Вы убирайте коробку. В общем, у нас была такая задумка, типа, белая-темная, там белая-темная. Ну или два там темных стоит, там два, ну в смысле, светлых. Красиво, мне нравится. Че, сильно там покорит? Да не, нормальная. Ой, грязная. Ну пойдет. Главное, что не рваная. В принципе, думаю, грязь можно оттереть, а вот если дырка, то уже все. Давайте ножки посмотрим. Че? Значит, золотых не было. Это я просто золотые хотела. Но потом я приняла всю ситуацию. Вот так выглядит инструкция. То есть надо вот это надеть на вот это. Самое сложное для меня определить, где какие ножки должны быть. А, вот есть две ножки один-один, а есть две ножки два-два. А куда идут? Один-один идут вперед, а два-два идут назад. И чем они отличаются? Цифры там написано ББ или один-один. А, ББ это что? Ну, два, наверное. А А это один? Ф вообще. Че? А что, зачем они мне сделали F? Тут, главное, нету вообще такого, смотрите. Ну, B идет раньше, чем F. Наверное, они наперед. Че бы ты понимала, стулья в Китае делают. Китайское купили. Барахло. Маш, может, ты не будешь закручивать, да? Ну, можно я попробую? Ребята, я закручиваю ножку стула. Неправильно. Почему? Ну, как она тебе будет? В другую сторону ставить? Почему? А, точно. Ну, так, норм? Вроде норм. Интересно, вообще прикольно. У меня это новый опыт. Первый шуруп готов. Че ты как думаешь? Мне кажется, я неправильно прикрутила. Ну, это было само собой. А че ты молчал? А че ты молчал? Я сказала неправильно, короче. Так вот здесь неправильно было. Ну, и там тоже неправильно. Как я буду объяснять? Крути сам. Сегодня на обзоре у нас вот такие стулья с Алиэкспрессо. Все, твоим стульям хана, Маша. Ну, играй. Баксик. Ну, с Алиэкспрессо стулья заказала, какие-то невонятные. Он их тестирует. Хороший стулья вообще, говорю. Надеюсь, не развалится, когда я их на них сяду. Такие ножки у меня сомнений вообще не вызывают. Если я сейчас сяду, они начнут так. Мне кажется, не так. Маш, тут накрутила, навертела. Может, вообще, не это неправильно. Блин, написали бы хоть один-два на этих ножках, блин, этих дурацких. Да они одинаковые, они в бошку делают просто у меня. Они одинаковые. А-а-а. Которые короче ставятся вперед. Соответственно. А это нас вперед. Или нет? Да ничего не короче, блин. Она говорит, короче, другая длина. Они одинаковые, прикиньте, ребят. Ой, с этими ножками. Китайцы напутали, по-любому там что-нибудь крутим. Короче, нормально все будет. Что-то проясняется, нет? Я так и думал. Поздравляю, а мы тут надолго. Ура, готово. Минут 30, наверное, собирал стул. Так, Маша достает стул. Ну что, ребята, один стул есть. Я есть, значит, можно и присесть. Он такой жесткий. Что за царский у вас тут трон? Блин, классно вообще. Можно еще вот так развалиться, как в кафешке. Господи. 150 килограмм счастья. Как тебе, Бакс? Стол фыкалный, только пустой. Где мясо, кальмары, там, омары. Не, реально очень круто. Ну, прям удобно, прям подошел. Теперь будет тестировать Денис. Ух, пух. Ушкин, макарюшкин. Ляшки поджимает, конечно, неплохо. Проще стол подвинуть, чем самым подвинуться. Ну, сидеть, конечно, неудобно вообще. Надо отчипуриваться из него, знаешь. Я сейчас встань, Южак, короче. Я тебя оставлю. Да, да, да. Ну все, я пошел. Та-дам! Ну что ж, дорогие друзья, прошу вашему вниманию нашу новую обеденную зону. Огромный аплодисмент Денису и благодарность за то, что он все это собрал. И лайкосик, я надеюсь, он тоже заслужил, потому что он сильно старался. Я ему, честно говоря, ребят, даже не помогала. Я в это время расхламляла те самые боксики из нашей стойки. Итак, мы сейчас стол разложили в максимальную его длину. И он вроде как 160 в длину. А когда складывается, то 140. Мы не задвигаем вот этот стул вон туда, на место, потому что под ним спит фунтик. А на этом стуле уснул Боксюня. Он его ковырял, ковырял, ковырял. И все-таки договырялся так, что он стал для него комфортный и уютный. Короче, стулья все-таки немножко кривые. Особенно вот этот. Он шатается. Вот так можно делать. Мы его специально разложили. Поняли, как вообще работает этот механизм. Чтобы показать вам. Смотрите, как просто. Оп. 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 А. Не так? Складывай, складывай, складывай. Поняли, как это работает? Я просто, ну, как бы вроде поняла, но не до конца. Но главное, что Денис понял, и на этом все. Тут, смотрите, такие штучки. И они задвигаются вот в такие пазы. Все, даже стол не надо двигать. Такой маленький, да, стол реально? Да, вообще. На этом наши с вами приключения еще не заканчиваются. В 2 часа ночи мы с вами должны заняться этим. Я просто так этот стол не хочу оставлять. Скоро Новый год, ребят. Я вообще хотела сделать, знаете, такой венок. Но у меня не из чего его делать. У меня, конечно, есть сосны за окном. Но спиливать их не хочется. Хотела прям натуральный венок сделать. Но я не успеваю, ребят, не успеваю. И так мы последние дни спим вообще очень мало. Так что просто будем делать красивую декорацию. Новогоднюю, но не сильно навязчивую. Для этого я заблаговременно еще месяц назад купила вот такие вот подсвечники в Икее. Сейчас их там нет в наличии. Все разобрали на подарки, наверное. Дальше вот такие вот свечи. Тоже в Икее. Вот это, по-моему, ты мне подарил. А вот это я покупала. Ну, в общем, все из фикс прайса. И я заказала новый вот такой вот поднос золотой. И на нем мы это сейчас все будем делать. Все. Простой большой, но мне все мало, да? Да. Ладно, начинаем декорировать. Сначала, наконец-таки, откроем мою мечту, наверное, последних двух или трех лет, короче, как мы переехали. Я очень хотела вот эти вот подсвечники. Потому что они мне очень нравятся, потому что они с золотыми штучками. Ну, вы поняли. Я люблю все золотое. Боже, они еще такого цвета слоновая кость. Ну, вообще. Смотри, как сочетается. Понятные икейки. Ты скучный. Ой, натуре офигеть. Реально прям во всех. Все. Все. Больше вообще ничего не надо. Теперь набор свечей. Так, большая. Наверное, большая свеча на маленький, да? Маленькая на самый высокий. А есть вообще вот такая мелюзга. Да. Ну, красиво смотрится. Теперь давайте вот с этим решать. Вот то, что я купила. Это какие-то шишки, что ли, золотые. Но они такого цвета золотого, темного. Я их хотела снизу поставить. В принципе, нормально. Так что ставим. Ну, все. Три. Сейчас вот эти еще елочки достанем. Как будто лишние, да? Да, ребята, они лишние. Серебряные убираем. По-моему, просто шикарно получилась. Вот такая вот композиция. Блин, так бы круто было здесь вот так вот в ветки кинуть. Серьезно. Я вот сейчас без шуток говорю. Мы купим пихту, дорогой. Мне жалко. Мы купили пихту, ребята. Как раньше веточки ставили, чтобы запах был дома. И мы купили специально пихту по скидке в Леруа Мерлен. У нас, кстати, никогда живой елки не было. Ни разу. Ну, в смысле, с Денисом. У меня в детстве, конечно, была. Я вообще мечтаю о какой-нибудь высокой пихте. Метра три. Пока что это моя мечта. Но надеюсь, что когда-нибудь она исполнится. И я даже не хочу ее игрушками украшать. Я хочу просто зафигарить все вот так вот гирляндами. Может, игрушки добавлю, куда я без игрушек. Та-дам! Все готово. Итак, ребята, теперь это наша новая с вами локация для съемок, для наших обедов, завтраков, ужинов. И, в принципе, это новый стол на наш Новый год. Теперь у нас на Новый год будет новый стол. Это очень круто. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите в комментариях, как вам нравится больше до или после. Я, конечно же, понимаю, что в любом случае то, что было до, это для вас целая история. Может быть, на меня только кто-то подписался в тот момент, когда я начала снимать за этой стойкой. Но знаете что? Столько локаций было сменено. Я думаю, что эта новая локация нам принесет много всего интересного, классного. И нам будет тут круто сниматься. Вот такие дела. Всех вас еще раз поздравляю с наступающим или уже с наступившим Новым годом. Пусть 2022 для вас будет самым крутым, самым классным, самым денежно-прибыльным, самым дружелюбным, в общем, самым теплым и уютным. И пусть все у вас всегда будет хорошо. Всех вас очень люблю. Надеюсь, что увидимся с вами скоро в новых роликах. И, конечно же, в новом 2022 году. Всем спасибо за просмотр и пока!